Кузьминка Хорошую возможность, да, но Кузьминка хорош чем? Подержать шайбу, вылезти. Вот ошибка начала. И нет, не забил. Бросок, да, это сейф, я думаю, что он в топ войдет спасение и вратарских однозначно, да, точно в ловушку. Вот Барабанов оставляет шайбу партнеру. Вау! Пожалуйста, я Барабанова чуть поругал, ты тройку в целом. Вот они ответили. Красавцы, ребята. Николай Прохоркин, я думаю, что он не до конца прав, конечно, тут когда человек такой номер закладывает, сближается с вратарем, тут больше трех минут. За задержку советника, Малтанск, и сразу гол. И, кстати, сам Йенсен, на котором это нарушение умудрился попасть еще практически там почти два метра. Вообще бросок не получился. Он может пошутить, сказать, я нарочно от борта играл, да? Но передачу делал. Не надо удивляться, что оказалось, она не точная. Вот эта потеря, если повыше, могло бы быть совсем неприятно. Бросок-то я бы сказал, что Барабанов сам себя обогнал. Вообще много возится. Возится-то увозится, смотри. И бросок по воротам. Ух ты, зуб-то как попал. Если от вратаря правый девять, да, всегда в левую девятку. А еще вот, конечно, на матче звезд, да, как ты, как хочешь бросай на силу раздуп. И тут же ударился. Ну, мы русские люди, мы все хотим в одном, конечно. И у каждого мощнейший бросок есть, да. Не у всех, как у Кима Тимонина, например. Но все-таки. Вот. А почему? Потому что действие уже. Все это ставится. И они знают, как действовать. И вот. Вот это вот, пусть не мощнейший бросок, да, и пусть этот бросок не отсидел. И вот какой грамминский такой был. И надо еще подстроиться, как Йенсен подстроился сейчас. Он практически с колена бросал. То есть вот это вот. Или по колену, совершенно верно. И вот это. Более холоднокровней просто стали играть. А вот это, что Барабанов делает, это вообще невероятное что-то. Он летит вперед, обгоняя всех, и при этом жонглирует шайбой неудобной стороной крюка. Это же отважно невероятное, да? Ну, там как грант просто зацепил чуть-чуть Барабанова. Вот Прохорхин и шанс. Забей, забей, Коль. Ну, просто имени Барабанова, да. Я не за СКА сегодня, не за Йокера. Просто, чтобы смена Барабановская не пропала, да, раз. Продолжил атаку. Ну, а исполнил-то как здорово, да? Ну, вратарь не успел еще позицию занять, конечно. Тут треть ворот пустые. А по глазам вот Прохорхина было видно, что он и смотрит в этот угол, и бросает в этот угол. Не стал улучшать позицию. Ну, вот уже и, казалось бы, и свежие, да, все равно владеет шайбой и забрасывает еще. Но я думаю, что сейчас... Она упала перед Шестеркином в площади ворот. Традиция такая. Забили, старались, правильно? Заслужили туда, загнали ее. Ну, и плюс гол это или тачдаун не имеет значения. Ну, а первое, вымышленное движение ногой. После видеопросмотра поделено. Удар по шайбе ногой. 5 килограмм нет. Кузьменко, мне казалось, даже, может, и правила нарушить. Ответ-то какой, а? Помахивал охитриком сейчас. А вот сейчас опасная атака финской команды. Кто отработал? Прохоркин отработал назад. Ну, а... Как работал Якупов, а? Но обокрасить себя грант не позволил. И выход двое против одного. Отъекерит на бросок. И ничья 3-3. На бросок, да. Под ловушку. Очень хорошо. Но не успел там Хатвизолин переместиться. Судьи учатся этому, да? Сокеист СК Херсли. Не думая ничего. Гусиев. И перед ним с половиной ворот пустые. Отдал на совсем пустые. Да, но жесткий пахнет. Не сумел его обработать. Наири забивает Патрик Херсли. И опять. Посмотрите на Досука. Именно он в очередной раз закрыл обзор Каллиншу. И Каллинш ждал шайбу совершенно с другой стороны. То есть он выглядывал из-под Досука. А в это время шайба залетала. За одну минуту клюшка Лаурицена.